вас здесь с нами, потому что вы тоже любите слежки из сушенки, и Валя тоже поделится, ну, мы сейчас будем задавать вопросы на эту тему тоже. Валечка, привет! Здравствуйте! Камеру можешь включить? Так, не включена, да? Сейчас, сейчас. Так, сейчас. Так, не, все равно не вижу. Слушай, а может здесь нельзя двум участникам сразу? Попробуй у себя выключить, а ты, например, включишь. Вот, попробуй вот ты сейчас включи, нажми на камеру, будет ли видно тебя сейчас. О, вот, да, видно. Привет! Все, здравствуйте! Ты сейчас на работе? Да, я на работе. Да, Валя еще пример человека замечательного, который умудряется совмещать в найм, небольшой бизнес, и, я так понимаю, еще и другие свои увлечения. Валя, расскажи, пожалуйста, ребятам, откуда ты, вот, представься, как, откуда, когда началась твоя любовь с сушилкой, там, и так далее. Так, ну, всем здравствуйте! Из-за тебя, не знаю, наверное, доброе утро. Да, у меня доброе утро. Так, я сушилку приобрела четыре года назад. Это, ну, вынужденное для личного использования. А, я сначала о себе, простите. Так, я, Валентина, живу в совсем маленьком провинциальном городе, на юге Архангельской области, город Коряжма. У нас чистое население 35 тысяч примерно. Вот. Ну, а сейчас о сушилке. 35, совсем немножко. Вот. Четыре года назад я приобрела сушилку для личного использования. И сушила все подряд. Прямо все. Вот. Первые сушилки, первый раз сушила, когда прямо на один поддончик хоть чего-нибудь положить. Ну, и начала житься в сетях интернета, чтобы учиться. Там я, Гузель, естественно, наткнулась на тебя. И ты, мой проводник, я шла с тобой вот все эти годы, четыре года, я шла с тобой нога в ногу. Но сушила только для себя. Потому что у меня четверо внуков, и хотелось их кормить только полезными, вкусными, вкусняшками, чтобы без всякой химозы они кушали. Полезными сладостями, да? Да, вкусными полезностями, как я их называю. Начала детям сушить все, внуков кормить. Потом начала всех угощать. Все начали восхищаться, все пробовать, испытывать. Что-то не получалось, что-то очень заходило. Ну, и ты меня подтолкнула на то, что можно не просто кушать самим, можно на этом еще и зарабатывать деньги. А так как у меня возрастная категория 50+, я уже на том этапе, что пора уже думать о заслуженном отдыхе. И стало страшно, как же я буду жить на одну пенсию. Да, 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 это, наверное, вопрос, который вообще многих волнует, да? Переходишь, когда рубеж 50+. Я вот уже сейчас в 38 начала тоже задумываться о том, что когда-то меня ждет пенсия, и что я, ну, совершенно не готова рассчитывать жить на одну только там российскую пенсию. Вот, вот, и у меня то же самое. Ну, и вот, и понеслось. Начала потихонечку делать какие-то подарочки, продажи сначала маленькие. А потом вот прошлый Новый год у меня такой был, наверное, ну, для меня он был бомбический. Если взять с того, что я еще и работаю в найме на предприятии, то это вообще было, конечно, был бомба. Но я справилась. Единственное, что вот мое было, ну, я сейчас понимаю. Подожди, расскажи еще раз, вот когда ты прям начала, то есть когда ты на продажу начала? Так, ну, начала продавать, а сначала своим близким, друзьям, вы знаете, вот даже, наверное, ну, первый раз... Наверное, они сами, сами, наверное, просили, да? Бывает обычно такое, что сами начинают люди спрашивать. Да, 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 начинали спрашивать, но они же меня и подтолкнули, что, Валь, ты же тоже деньги тратишь, там, денежку один подкинь, другой подкинь, нет, ну, а потом уже... Потом мне стало не стыдно даже родственникам продавать, близким, друзьям продавать. Вот, нисколько стало не стыдно, не зазорно. А что тут стыдного, да? Потом понимаешь просто, что, ну, да, ты же тратишь время, ресурсы, все это, все это готовить. Это немало. И очень радостно, что они это понимали. Угу. Вот, и потом, когда ты начала, получается, это когда началось? Так, вот конкретно начался у меня вот такой вот, готовилась уже к продажам, это я на прошлый Новый год, уже конкретно я готовилась на продажи. Угу, угу. Новый год начала закупать. То есть, на декабрь, да? Угу. Ну, да, там начала уже пастилу, это еще, наверное, летом готовить уже. А-а-а. Да, да, я уже... У тебя смысл от огород? Ну, там больше не свое, я больше у бабушек покупаю продукцию. А-а, ну, да, в сезон покупать, а потом круглый год реализовывать. Я вот за это тоже пастилу люблю, потому что, если знать, что называется, как правильно сохранить, то летом наготовил из, там, покупных или из своего сада, в любом случае, они тебе либо бесплатно, либо дешево обходятся, фрукты, ягоды, а потом круглый год продаешь. Вот мне вот это вообще очень нравится как раз в бизнесе на снеках на длительный срок. Так, окей. Вот, я так медленно-медленными шажочками закупила там коробочки, что-то вот, ну и начала сушить, сушила все подряд, ассортимент был там у меня, наверное, наверное, наименований 20, если не больше, и фрипсов, и пастилы, прямо, ух, думаю, ассортимент там. Да, я хотела брать ассортимента. Ну, сейчас я понимаю, что это неправильная была тактика, но тем не менее. Я же не училась. Понимаешь, потому что я вам сказала, да? Да, 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 я к тому и веду, что Бузель, я же тогда еще не училась у тебя. Ну и коробки свои прямо доверху добивала, чтобы накормить свою коряжму любимую вкусными полезностями. Ну, брали, брали свои, брали даже люди незнакомые мне по сарафанному радио, хотя у меня соцсети далеко не развиты, у меня там совсем-совсем проходная цифра подписчиков, и поэтому как-то вот так, ну, бралось, бралось, даже соседние города брали, было очень приятно. То есть, все-таки даже с небольшим количеством подписчиков через соцсети приходили, капали заказы, да? Да, да, да. Тысяч на 25, наверное, для меня это было, о, ура! Да, первый настоятельный заработок, да? Да, это прямо такое, а еще совмещение с работой, знаете, даже я была готова тогда спать по 4 часа в сутки, но у меня было такое вдохновение, это такое вот прямо, меня перло, прямо я 4 дня сушу, но я работаю 4, 4, 1, да, 4 дня сушу, распасовываю, потом пятый день доставка, потом опять 4 дня готовлю, ну, досушивать же все равно, продажи не хватало, досушивала, вот это была моя первая бомбическая продажа. Ну, а потом следующий раз уже 8 марта, и так появились уже постоянные клиенты, это мои близкие, знакомые, друзья, которые, ну, постоянно брали и берут, меня поддерживают во всем. И, наверное, благодаря тебе еще, да, приятные слова говорят, да, да. И, соответственно, еще, ну, сарафан, вот, очень большое спасибо девочкам из салона, и что там все-таки клиенты такие достаточно богатые ходят, состоятельные. Салона, кажется, чуть-чуть подробнее расскажи. Салон, там салон в городе Котласе, в соседнем городе, салон там парикмахерская, ну, девочки всем, салон красоты всем занимаются. Волосы, ногти, глаза, все девочки делают. Ну, и вот, благодаря им тоже мой круг моих клиентов расширялся. А в какой момент ты к ним тоже зашла, и как это получилось вообще? Они сами предложили? Нет, это мои знакомые. Ага, они сами тебе предложили? Ну, я их угостила один раз, да. Один раз угостила, второй раз привезла на продажу. Ой, девочки, первый раз привозила на продажу вообще в пластиковых коробочках, в которых, знаете, там продают всякие салаты или что-то такое. Вот моя первая салата продажа была. Ну, то есть ты как бы, вот, многих людей в бизнесе останавливает то, что они не знают, ну, с чего как-то начать, как вот даже упаковку там взять, как какое-то название свое сделать. Вот ты, кстати, как назвала свою продукцию, свой бренд? Сейчас скажу, давайте об этом. Мне, когда было времени думать, я банально, эко-вкусняшки. Всё. Ага, эко-вкусняшки. Да, эко-вкусняшки. Сейчас у меня был такой период, я думала что-то переделать, что-то всё-таки такой, вроде его много везде, со всеми посоветовалась. Мне говорят, нет, мы уже привыкли, что это твои эко-вкусняшки. Оставайся эко-вкусняшками. Так что всё, я так и осталась. Эко-вкусняшки. Ну и отлично. Слушай, мне нравится. Ну, я считаю, что над названием не надо долго заморачиваться. Ты наклейки уже всякие, логотипы себе распечатала за это время? Нет. Я банально просто написала эко-вкусняшки, распечатала на принтере и приклеила. И, Гузель, до сих пор так делаю ещё. Понятно. Ну, я тоже так делала. Я первый год тоже как попала, грубо говоря, делала. Вот, а потом уже только... Уже что-то, что-то начала. Или не полгода, не помню. Ну, короче, я тоже не страна. Полгода прошло, когда я стала, правильно, что-то такое красивое, кругленькое заказала в типографии. Ну, вначале же всё кажется таким очень сложным. Это только потом уже ты думаешь, а, ничего сложного. В этом, оказывается, тоже нет в том, чтобы найти какой-нибудь знакомый дизайнер, сделать логотип и потом сделать наклеечки. Так, хорошо, расскажи, что сейчас у тебя происходит в твоём маленьком бизнесе? Вот. Ты к нам пришла, получается, в сентябре у нас начался поток, в конце сентября, курс мышления и бизнеса. Вот. И за это время ты, например, впервые, ну, то есть многие вещи стала делать впервые. Например, появилась ферма. Это как впечатление? Можно по это рассказать? Ну, вот. Пришла я к вам на обучение. За счёт чего я, конечно, вам очень благодарна. Это такой мотиватор обучения. Прямо мы попали в такую сферу, во-первых, единомышленного сфера. Это большое имеет значение. А я здесь одна. Мне, конечно, это плюс большой. В нашем городе никто этим не занимается. Я единственная. Первый открыватель. И, естественно, благодаря вашим урокам, маленькими шажочками, по наставлению, по Гузели и Раиле, я иду вперёд и вперёд-вперёд. Был урок у нас по ярмаркам. Как только прошёл урок у нас по ярмаркам, там девочки нас всему учили, вы, Гузель. Я давай сразу же искать, где мы в ближайшем городе или где-нибудь. У нас-то ярмарки вообще проходят очень мало и редко. Там, может быть, два-три раза в год, в летний период, в большие праздники и всё. Я надумала, что в соседнем городе у нас будет как раз ярмарка буквально там в ближайшее время, может быть. Там, ну, ближайшее, не помню точно, наверное, недели через две уже ярмарка состоялась. Но я сразу на телефон записалась. У меня ничего нету. А мы же в провинции живём. У нас там ничего такого организованного нету. Нужно было столы свои, ярмарка на улице. Столы свои, палатка своя, продукция своя. Там, у меня ни баннеров, ведь ничего нету. Я хорошо, что немножечко рисовать умею так. Я быстренько всё на плакатах, на ватманах нарисовала. С миру по нитке. У одних взяла палатку, у других взяла стол. Собралась, друзей на подмогу взяла. И поехали мы в соседний город, в город Котлас. Ярмарка прошла прямо вдохновляюще. Я очень переживала, смогу ли я вообще вот посторонним продавать. А у меня был такой раж. Я прямо, знаете, я прямо... Ярмарка была с 10 до 18 часов. Я думала, я не выдержу. Да ещё уже был, наверное, октябрь месяц. Уже холодно было. Я думала, не выдержу на улице столько времени. А у меня такой был прямо раж. Я прямо вот захлёб всем рассказывала, предлагала. Я даже не обращала внимания, берут, не берут. Знаете, вот изначально вот просто я рассказывала, пробовать. Деткам маленьким мне очень было приятно. У меня были наготовлены такие маленькие-маленькие пакетички. Всем маленьким деткам я бежала за детками, привозила их к себе. И вот им дарила. Это для маленьких, для вас. Угощала их. Это для меня было... Такое вот. Ну, и вот первый день состоялся, когда я посчитала. У меня много денег в наличке вырасплачивались. Кто-то мне переводили. Я когда посчитала, у меня такие глаза. Хотя продукции осталось много. Я же не знала, сколько готовить. Заготавливалась так впрок, чтобы мне хватило. И когда я так думаю, продукции-то осталось много. И когда посчитала, опаньки. А я же поработала. И прямо заработала даже. 10-500, по-моему, у тебя было, да, тогда? Да, да. По-моему, 10-500 у меня. Или продала на 10-500, или я заработала 10-500. Ну, хорошо. Факт то, что такая сумма-то была. Ну, это в любом случае, это то, что многие зарабатывают за полмесяца, да? А то и чуть ли не за целый месяц, да? А ты заработала за один. Прикольно. Да. Вот. Ну, дальше. Дальше училась. Я как примерный ученик. Арт, ты, по-моему, еще ходила, да? На второй день что-то 7-500. Да, да. Там два дня была ярмарка, да. Но на следующий день я тоже осталась там, там же в городе осталась. Съездила быстренько домой. Это тоже небольшой, да, город Котлас? Ну, он чуть-чуть, да, чуть-чуть побольше, но, может быть, ну, не сильно он больше нашего. Ну, прикольно. То есть в таком небольшом городе продавать на 18 тысяч за два дня, это вообще великолепно просто. Ты прям большая умничка. Чувствуется, что советом вняла, рекомендациям моим девчонкам, опытным всех. Девочкам, конечно, огромнейшее спасибо. Прямо вообще очень много всяких фишечек было нам, секретиков рассказано, которые сработали. Прямо сработали. Ну, а сейчас вот тоже благодаря маленьким шажочкам вместе с учениками по нашему курсу, все, иду-иду вперед, вот, маленький город, тыркалась в одно место, в другое место, в третье, а еще совмещаю, я же совмещаю. Да, каково это, вмещать еще и работу, как ты успеваешь? Работу в найму, в найме, так, ну, успеваю как-то вот благодаря, ну, спасибо большое, конечно, вот, детям, что они меня поддерживают, друзьям, что все-таки, ну, понимают меня и поддерживают, в чем-то помогают. Вот, я, я не мобильная сама, это съездить за фруктами, помощь нужна, во всем нужна помощь. А как ты сейчас себя чувствуешь вот после прошествия, ну, вот сейчас почти год прошел с тех пор, как ты вот начала себя пробовать в бизнесе, изменилось ли вот ощущение, что вот ты чувствуешь? Слушай, это мое, я знаю, что это мое, и я моя, и я пойду, знаешь, Гузель, когда ты говорила изначально, что вот, ну, предпочтение кому вот, ну, кому хорошо мы зайдем. В бизнесе? Кому легче в этом бизнесе или что? Да, 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 ты перечисляешь одно, у меня минус, второе, у меня минус, третье, у меня минус, а я же такая настырная, а я все равно буду. Ну, все же зависит от того, сколько ты хочешь зарабатывать, я же, когда вам рассказывала, сколько можно в этом бизнесе заработать, какие стратегии и так далее, кому легче всего будет зарабатывать. Я же говорила, что, ну, все зависит, собственно, от того, на какую сумму ты нацеливаешься, вот, сколько ты планируешь сейчас, вот, например, по прошествии времени, какой у тебя план, сколько ты, если адекватно оценивать, да, планируешь зарабатывать на этом бизнесе? Я не ставлю больших, огромных целей, заоблачных целей я себе не ставлю, я 50 плюс. 50, если ты будешь зарабатывать, ты будешь очень даже довольна, правильно? Да, да, я со спокойной душой уйду из найма, это одна из моих целей. Это прямо... А помни еще раз, как, получается, это какой край, вот... Архангельская область. Архангельская область. Ну, то есть у вас там, в принципе, ну, теоретически, ты могла бы нацелиться на то, что ты уйдешь из найма и охватишь Архангельскую область. С веками. Правильно? Да, да. Да. Прикольно. В дальнейшем, пока план, вот, 50 плюс, доходить до этой цели, а дальше уже по возможности развиваться, уже ставить новые цели, более высокие, чтобы идти по лестнице вперед, выше. Ты планируешь только на снэках, да? Именно снэками заниматься? Ну, не в бровь, а в глаз. Пока, в данный период времени, мне это очень нравится. Мне нравится этим заниматься, это мое. Мне нравится экспериментировать. Пока, на данный период времени, это мое. Дальше пока еще думать, мечтать не буду. А, понятно, все. Маленькими шажками. Да, да. Все потихоньку. А какие-то еще, ну, что-то еще ты стала, ну, как-то какие-то новые еще шаги предпринимала, что-то есть о чем рассказать, что вот еще ты сейчас пробуешь делать? Да, сейчас, на данный период времени у меня выставлена небольшая витринка моя, меня пустили в кофейню, небольшая витрина. Она находится у меня в спорткомплексе Олимп, маленькая кофейня, скворечник, там, ну, прямо маленький-маленький скворечничек такой, закутошечек. Но он работает, но он работает, и работает очень хорошо. Мне очень приятно, я там буквально еще стою, наверное, недели две, наверное, стою там, когда меня туда пустили. И плюсы какие, все-таки спорткомплекс, туда заходят спортсмены кофе попить, и там, бух, моя вкусняшка. Там проходит много соревнований, я даже это вижу по приходам моим, когда девушки ко мне булькают, что были какие-то соревнования. Вот это большое. Они еще на карту просто перечисляют? Да, да, у меня там... Да, мне сразу на карту, я же пока самозванка. Самозанятая, да? Нет, самозванка. А, самозванка даже? О, понятно. Это к вопросу о том, что многие боятся начинать бизнес, думая о том, что здесь надо оформить ИП, кучу всего сделать. А вот можно начинать бизнес, оказывается, и пока никак не оформляясь, да? Да, да, да. Пока только обдумываю этот вопрос. Не до пустяков пока мне. Я сейчас к Новому году готовлюсь. Какой план на Новый год? План на Новый год? Сколько хочешь заработать? Больше в два раза, чем прошлый год, как минимум. 50 тысяч. Да, это минимум, хочу, да. Хорошо, ну, с информацией из курса ты можешь заработать и 100, но если ты будешь это делать, тяжело ли дается делать вот такие новые шаги? Для многих вот, ну, самое страшное, как многие говорят, ну, страшно продавать, страшно искать, общаться с клиентами. Вот сейчас, что ты по этому поводу думаешь? Да, страшно, и на ярмарку страшно было, и продавать страшно, и было, было. А сейчас появилась у меня такая самоуверенность, благодаря курсу у меня появилась самоуверенность. И я это вижу и по курсу, и по отношению участников, и по отношению, ну, как, ближних, что я стала намного самоувереннее. Это интересный эффект после курса, который мы наблюдаем каждый раз. Начиная с первого подтопа, который в прошлый раз пришел к концу курса, все ученики такие, я стал увереннее в себе, я стал себя больше ценить. Видите, я такая, мы даже вроде не проводили уроков на эту, прям на эту тему, это интересный такой эффект. Ну, мы уже потом поняли, что просто в целом работа над мышлением дает такую трансформацию. И плюс еще, когда ты работаешь с наставником, когда ты в кругу единомышленников, это как будто расправляет крылья, дает вот эту опору. И вот это очень прикольно, потому что люди становятся увереннее, и потом легче уже идут на те шаги, которые раньше бы не сделали, в том числе в продажах. Вот, потому что в продажах, конечно, уверенность в себе и в своем продукте очень важна. Так, окей. И сейчас мы говорили о том, что ты сейчас стала увереннее в себе, и, соответственно, видимо, в продажах планируешь делать какие-то новые интересные шаги, да? Да, да, у меня есть планы соответственные. Так получается еще по жизни, ты не ждешь, откуда оно приходит. Буквально позавчера на меня вышла девушка из нашего города, она тоже открывала свой бизнес, и она говорит, я понимаю, как тебе тяжело. Она мне протянула руку помощи. Это тоже очень большое имеет значение. Это она в плане предложила где-то тебе встать или что? Да, и встать она мне предложила, и я... Да, она предложением поступила встать, и в помощи закупок, там даже что оптовых закупок, все-таки я показала, оптом-то все дешевле закупаться, те же упаковку и все, да. А у нас нет оптовых баз, все нужно где-то, а опт, ну, пока для меня еще маленький. Дорого пока для меня. Так, что-то еще я хотела очень важное сказать. Направляйте. Ребята, кто хочет задать вопросы, вы можете их написать в чат. Здесь есть чат группы Экоснеки и Зидри, вы можете просто выйти туда в чат и там написать свои вопросы. Да, наверное. Я, кстати, я так понимаю, что теоретически можно как-то участникам еще включить. О, кстати, мы, оказывается, не поем с тобой быть. Надо же. А то я тебя не вижу, как будто бы с собой разговариваю. Да, это не очень удобно. Я сейчас попробую ребятам всем нажать на кнопочку «разрешить говорить», и вы можете задавать свои вопросы. У вас там сейчас микрофончик появится такой вот «Татьяна», «Лада», «Юлия», «Ирина», «Татьяна» и «Татьяна». Вот вы можете сейчас включать микрофон и задавать ваши вопросы. Я вижу Света, Галина, Наталья. Наша тема тут совмещения все-таки в найме и бизнеса. Да, расскажи, как совмещение. Конечно, это все не очень просто. Но за счет, знаете, когда прет тебя, то, мне кажется, все бригады, все прямо получается. Ну, иногда приходится экономить на что-то, выбирать, расставлять приоритеты. Я имею в виду, что немножечко я стала меньше времени внукам своим уделять. Но они относятся к этому с пониманием, за что я им благодарна. Да, иногда приходится поспать немножко поменьше. Если заказиков побольше, спишь поменьше. Но я знаю, что это у меня шаг вперед, что это мне все возвернется. Насколько, когда ты думаешь вообще с найма уходить в итоге сейчас такой момент? Так, ну давайте я, я не хотела вслух говорить. А, ну ладно, не говори. Нет, я в принципе-то могу, конечно, произнести это. Да, слышу. А можно задать вопрос? А скажите, пожалуйста, вот готовую продукцию где храните? Я в контейнерах, а пастилу в пакетах вакуумных. В холодильнике или просто в шкафу? Просто в шкафу. Просто в шкафу. Ага, а то у меня целый холодильник, думаю, можно ее без холодильника хранить, нельзя. А вы знаете, я раньше тоже в холодильнике хранила. А она в холодильнике, знаете, как немножечко усыхает даже. Да, да, и жестко становится. Да, жестко становится. Так что у нее срок хранения большой при комнатной температуре. Только хорошо запечатан. Беречь просто нужно от моли, вот не дай бог, потому что моли очень прогрызает вообще, всю пастилу поражает, если она туда попадет. Поэтому желательно упаковывать в вакуумные пакеты, вот, либо суперплотно закрывающиеся там стеклянные банки. Вот, в контейнеры пластиковые тоже моль может проникнуть, к сожалению. Она даже в закрытых контейнерах бывает проникает, через микро все равно такие отверстия. Поэтому в этом плане надежнее всего, конечно, вакуумные пакеты. Хорошо, и вакуумные пакеты, их тоже в холодильнике не надо? Нет, нет, просто, нет, при комнатной температуре, да, да, просто при комнатной температуре, да. Спасибо большое. А вот еще у меня вопрос. Вот как рассчитать, сколько вот стоит один лист пастилы? Ну, вот целиком вот этот круг. Ну, тут вот, вы знаете, так вот на пальцах вот так не расскажешь. То есть это все, это нужно. Я вот обычно на курсе, например, показываю ребятам, что вот, ну, делаем табличку, пишем там вот столько, если... Можно написать грубо, набросать, типа, вот купила килограмм яблок, килограмм замороженной клубники, вот столько, 5 листов пастилы вышло. И разделила эту стоимость, сколько потратила на покупку. Хорошо, а если вот это не покупалось, ну, не покупалось, там вот яблоки свои, там груши свои, и вот это вот... А, как цену установить? Да, как цену установить. Я вот просто начала делать много вот пастилы, как бы, да, ну, пробовать, одним дала, другим дала. А мне говорят, ой, а нам бы теперь был вот заказ, а вот с чего начать и какие цены предлагать вот людям, и сколько там будет, коробочка или что там, во что хватит. Валь, ты когда-то в свое время, ты как цену определила? Я хотела сказать, ну, у меня с математикой немножечко, я дружу с цифрами, так что мне проблема-то насчет высчитать себе стоимость не приносила. И я еще первые продажи, когда начинала, я все-таки делала акцент на то, на наш город, за какую цену у меня возьмут, чтобы люди покупали не просто вот, чтобы я за облачную цену взяла, попробуют, скажут, да, вкусно, но мы брать не будем. Меня же тоже это не устраивало, мне надо было, чтобы вкусно и продаваемо, поэтому я определила, делала свою определенную цену. Я поняла, что это мне... Ну, хорошо, начать с 100 рублей или с 50 рублей, вот как, вот с чего начать? Сколько? Ну, вот 100 рублей, 50 рублей, с чего начать, вот? Ты по чем продаешь, Валь? 200 лист. 200 рублей за лист. Ну, я в этом плане, я на курсе всем ученикам говорю, что нужно просто посмотреть, ну, то есть здесь несколько вариантов. Первый вариант – посмотреть, почем продают конкуренты в твоем городе. Если в твоем городе нету, посмотреть в соседних городах, почем продают. По ВКонтакте, по Инстаграму можно найти. Если даже там нету конкурентов, тогда, ну, все, можешь поставить, в принципе, цену, ту, которую посчитаешь нужной, учитывая, если у тебя все свое там, ну, можно за 150 рублей поставить, 200 рублей поставить. Дальше уже зависит от того, какой у тебя город. Если город большой, вот, то можно и повыше стоимость поставить, то есть, значит, там платежеспособная аудитория есть. Вот. Но в среднем по регионам 200 рублей лист. Вот в среднем цена такая. Огромное спасибо. Пожалуйста. Гузель, добрый день, Валентина, добрый день. Меня зовут Татмянина Татьяна. Очень благодарна, Гузель, за обучение. Вот насчет цены, да? И вот когда, бывает, говорят, ну, вам же бесплатно достались в садах, во всем. У меня с вас вопрос. Ну, как же бесплатно? В свое время закупался саженец. Сколько ухаживается, сколько труда влаживается в то, чтобы обработать, собрать, сохранить. Это тоже время, это тоже наши деньги. Если мы вот это не будем учитывать себя, свой труд любить, то грошь нам цена. Ну, это чисто мое мнение. И у меня чаще сейчас пока, ну, кто-то мне яблоками угостил, угощал, кто-то падал, пока, знаете, вот, Тань, мы иногда выкидываем, я беру все, что надо, я обрежу, потому что у меня трое детей, они все съедают на ходу, хоть и быстро, это большие. Часть пошла ли продажи? Мне это тоже понравилось. Я установила средний цену, я в регионах даже не смотрела. Я оценила свой труд. Да, и почем? И мой труд очень дорогой. И может, я бессовестная. Триста пятьдесят триста. Молодец. Молодец. Потому что, понимаете, кто-то крутит большие что-то, я делаю более изысканно. Более еще что-то. Это мой труд. Я также в найме работаю. И получается, кто-то пошел отдыхать, а мне-то надо дальше работать. И мое время стоит деньги. Круто. Сушилку надо окупить. Обучение тоже надо окупить. Все это. Понятно, что там мало указов и все остальное. Но это мое мнение. И вот не увидела имя, кто задавал вопрос. Я бы рекомендовала цены посмотреть в магазинах и из этого рассчитать. Потому что это хорошо. Хорошо, вот сейчас не так. То дали. Где-то я что-то собрала со своего огорода. Но это же заканчивается. А заказы продолжаются. Где дальше брать? Ну, конечно, или в магазинах по акциям. Ждешь, когда яблоки или что-то. Или на оптовках, или еще что-то. Но все равно потом ты начинаешь закупать. И еще такой момент. Думаю, ну поставлю. Мне тоже в чате многие писали. Говорят, о, 350. Это круто. Мы по 200 не можем продать. Да-да-да. Да. Ну, я говорю, ну хорошо. Сейчас цена такая яблок. Зимой она будет аховская. Если я буду за 100, за 100 чем-то брать, у меня и цена поднимется. И люди мне не поймут. У тебя было по 200, а сейчас у тебя по 350. А так они уже привыкли. Не хотите, пожалуйста, конкурентов. Потому что, знаете, рецепт одного борща, а вкус разный. Да, абсолютно. И я люблю свою продукцию. Ну все. Благодарна за эфир и вообще за все. Спасибо. А расскажи чуть-чуть, поделись. Ты просто у нас там не делишься особо. Поделись. У тебя что происходит? Сколько по времени ты сейчас бизнес развиваешь? Что у тебя происходит? Гузель, у меня просто семейные есть неприятности. Я отошла. Пока. Ой, да, Тань, хорошо. Я поняла. Уже не можешь, да? Не говори тогда. Если сейчас тяжело говорить, да, все, я поняла. Да, бывает иногда в жизни такое, что что-то такое происходит. Но при этом, вот я за что люблю тоже вот эту вот возможность, когда у тебя есть какое-то отдушина вроде вот собственного небольшого дела или просто это в качестве творческого, да, когда ты используешь вот приготовление пастилы, снеков. Это настолько же творческий процесс. Столько всего можно прикольного, вкусного делать. И я прям радуюсь, что вот одна из наших миссий, мне кажется, тоже вот как можно, чтобы как можно большее количество людей узнало о том, что можно заниматься вот таким потрясающим хобби, которое может еще и деньги приносить. Потому что реально в наше время вот эта радость творчества, радости творчества очень многим не хватает. Валь, вот ты, например, ты на Изидре что готовишь? Что больше всего любишь готовить на сушилке? Так, я готовлю очень много, не только на продажу. Я готовлю очень много вспомогалочек для себя, для детей. Я супы быстрого приготовления, вот особенно гороховый суп. Вот в дорогу если куда-то еду, да. А потом добавочки всякие, летом наращу добавочек, ну как овощные супы сушу. Добавки к чаю делаю, чай, да, чай, всякие травки собираю, сушу. Сейчас я, я же думала об этом говорить. Так, что еще-то? Ну, фрипсы, естественно, вот, пастила. А что внуки? Что внуки больше всего любят? Перевнука. Все. Все. Все? Все. Прямо, нет, есть такое предотвращение, маленький самый, сушеные помидоры, вяленые такие, но без масла, которые еще не заправленные. Я специально ему оставляю прямо вот что, не залитые маслом, прямо бабушка помидоры. Так круто. Да, вот, хурмо, да, наверное, все, в принципе-то, у меня их четверо, да, саранча, саранча. Саранча, как ты от них прячешь продукцию? А я им приношу, я им приношу по выдаче. Они живут отдельно, поэтому я всегда прихожу с подарками. Ну, класс, я тоже обычно своим братьям тоже вот так носила, брату, точнее, с племянниками. Отдельно так приносит, и он такой, что, принесла, опять какие-то объедки со стола. Ну, он так в шутку говорил, потому что обычно все, что на производстве, там, вы не ликвид. Я такая, давайте, брату отвезу, там три племянника, они все светят. А у меня они как подопытные кролики. Я что-нибудь новенькое приготовлю на дегустацию родственникам, внукам, детям, на дегустацию. Что я ведь опять придумала, в первую очередь им зашло, не зашло. Вот. И о ценообразовании, конечно, Татьяна молодец, да. Ценить свой труд, я это тоже поняла, что труд ценить свой надо. С первого, очень надо себя. О ценообразовании у меня тоже было в первые разы. Была такая, ага, яблоки купила за столько, все пересчитываю, столько стоит. В следующий раз купила дешевле, опять пересчитываю. Это, представляешь, как я работала, каждый раз только на калькуляторе считала. А потом я поняла, что нет, все. Я сделала средний ценник на все фрукты, на пастилу. Пастила, которая дорогие, фрукты, ну, закупки дорогие, естественно, она, там, естественно, она не 200 стоит, она, естественно, дороже уже. Паль, а ты, кстати, давай мы ребятам тоже скажем твой, ссылку на твои соцсети дадим, как тебя найти в соцсетях можно, чтобы люди могли тоже подписаться, вдохновляться. Да, ну, в основном ВК, ВКонтакт, Эко-вкусняшки. Эко-вкусняшки. Да. Значок какой-нибудь там есть? Эко-вкусняшки. Что там? Или ты там есть, есть твои фотографии? Да, да, там прямо на аватарке я стою, да. Соцсети планируешь развивать? Да, иду в этом направлении, мне это сложно, я уже говорила, я все-таки, я говорю, я из страны динозаврии, и нам все эти соцсети, компьютеры, мне тяжеловато это, но понимаю, что надо. Инстаграм я начинала, но сейчас пытаюсь туда периодически кинуть, туда кину, ВК кину, туда кину, ВК кину. Так, а так ВК, вот сообщество создало себе ВК, пока только там, наверное, человек 10 подписчиков у меня, потому что только-только вот создала его. Не знаю, что больше нужно, или личную страницу, или сообщество, но параллельно, буду пока параллельно, одно и то же, там и там. На курсе пообщаемся, сейчас инстаграм закончится, и дальше у вас будет встреча с самым специалистом нашим, который расскажет, Даша Жукова, она расскажет и про Инстаграм, и про ВК, и про Телеграм еще. Вот, у вас будет такая тема тоже. Круто. Так что, да, вам повезло, вашему потоку больше всего, потому что больше, наверное, такого никогда не будет, потому что вы полгода будете с нами учиться. Вот. Ну что, напоследок, есть еще у кого-нибудь вопросы, ребят? Можете включить микрофон, я разрешила почти всем из вас, да, как бы нажимать на микрофончик, включаться и задать вопрос. Давайте еще кто-нибудь. Здравствуйте, можно скажу? Да, да, конечно. Добрый день, приятно слышать, Дефир. Я тоже приобрела сушилку буквально месяц назад благодаря Гузель и Раилю, был трехдневный бесплатный марафон, и так классно все было. Заразили, покорили, кучу информации дали даже на этих эфирах, мы сушили с мужем поздней ночью, лежа на диване, обсуждали, загорались этим делом. Во-первых, это полезно, я люблю все пепешное, во-вторых, у меня в окружении много людей, которым это зайдет, и с удовольствием от Валентина слушаю, как она часто говорит, перла. Вот тоже нахожусь в этом потоке, тоже прет, и прекрасно ее понимаю, и все лучики, поддержки, добра, пусть все получится. Это вообще чудесное начинание, пусть только успех сопутствует. И хотела спросить у Вали, какую сушилку, на сколько поддонов вы для этого объема используете? Так, изначально у меня была одна сушилка из Идри на 12 поддонов, сейчас с курсом у меня стало 2 сушилки по 10 поддонов. Поняла, супер, спасибо большое. У меня тоже пока сушилка одна на 10 поддонов, тоже приобретала у ребят в Икоснеках, супер отслуживание, все оперативно, консультация. Сотрясная, Гузель, благодарю, и уже крафтовые пакеты дополнительно заказывала. И у меня, например, очень хорошо пошли флаксы, хлебцы. Прям супер, супер вообще по рецепту из книги, по-моему, из книги, может быть, и на Ютубе ваш эфир, и с остальным овощами. Прям восхитительно, со специями, с разными, с чесноком, поэтому благодарю за этот эфир, и едим все, и на работе это идет вообще очень классно, особенно где-то часа в два рабочего времени, если приходят ко мне, а ты случайно не принесла? И вот с этого, наверное, у всех и начинается. Сначала угостишь, а потом уже приходят, спрашивают. Да-да-да, у меня тоже девочки офисные берут именно такое, чтобы на работе были перекусы. У меня очень хорошо идут, вот я забыла, льняные чипсы из пророщенного льна я делаю. Прямо они тоже у девочек идут, вот именно полезности, прямо не просто вкусности, а еще какие-то полезности. Леона, это же вообще суперполезная штука, особенно для мужчин. Там столько как раз, вот там аналог женских гормонов содержится. Да-да-да. Взрастные же, взрастным женщинам вообще обязательно нужно ли он употреблять. Круто. Я не вижу, к сожалению, просто кто говорил, как вас зовут. Можете еще раз включиться, рассказать, а как продажи, продажи получается уже идут, да? Меня зовут Оксана, я из Омска. Да, продажи начались, совсем небольшие, но я хочу сказать, что сушилка, во-первых, семью объединила. Муж очень увлекся, вечером лежит со своей сложной работой, и он говорит, мы прямо медитируем на кухне с тобой вдвоем. Это правда классная, вот этот вот процесс, когда взбиваешь, он завораживающий, потом когда заливаешь, потом эта яркость красок, запахов, обалденно. На работу прихожу, глаза горят от процесса, и, видимо, еще потому идет хорошо продукт, потому что я могу себя завлечь, заинтересовать, рассказать. О вас всегда говорю о том, кто меня сподвиг, и вообще о сушилке, конечно же, думала, но если бы не вы, я бы не сделала такую качественную, такую хорошую сушилку. И вот сейчас настраиваюсь на продажи новогодние, Телеграм создала канал, у меня дочь-подросток помогает мне его как-то вести, потому что не знаю вообще ничего, и вот это вот про объединение семьи, да. Одна у меня СММщик, муж на производстве, скажем так, младшей упаковкой занимается. Ну, а еще у меня подруга-дизайнер сделала нам оперативненько логотипы, просто кругленькие наклеечки. Название тоже придумали вечером с семьей, называемся «Мама-пастила». И, в общем, вот как-то так она все прошла. Вот с первого сентября мне доставил в ДЭК вашу сушилку и блендер. А, совсем недавно сушилка. Круто. Мы на следующей неделе планируем провести тоже мини-марафон. Он будет поменьше, чем прошлый, то есть он будет покороче, но, тем не менее, тоже нацеленный на то, чтобы зажечь вас на новогодние продажи, так что приходите. Да, да, я видела анонс, хочу часто. А, уже анонс есть, все, отлично. Да, да, благодарю. Приходите, Оксан. Класс, я прям очень рада. Из какого города вы? Омск. Из Омска. У нас есть эта продукция, да, смотрю на Авито, средние цены. У меня тоже 200 рублей лист. Ну, и пока оставляю так, потому что там, ну, пока изучают и коробочки, и поставщики, да, этой продукции, да, этой продукции, как оформить, как упаковать, на что стоит тратиться, на что не стоит. Ассортимент не раздуваю. Постилы, наверное, видов 5. Фрицов тоже, наверное, видов 5. Хорошо идут рогалики из постилы, конфетки. И, ну, и хлебцы, прям супер в ваших крафтовых пакетах, с чесночком, сверху с кунжутом, обалденно. Ох, как меня тут в Аргентине не хватает вкусностей из изидри. Хоть бы кто-то здесь из учеников начал тут сушить. Я тут не привезла. Да. Вот, прям тоже изидри. Без изидри, как без рук просто. И когда в постели привыкаешь, невозможно же потом без нее жить, да, просто невозможно. Оксана, спасибо большое, что поделились. Вот, про изидри объединяет семью. То есть бизнес на снайках еще и объединяет семью. Но это вот не первый случай. Это много раз вот я наблюдала то, что когда семья начинает заниматься, да, это реально людей так объединяет. Особенно если вся семья кайфует от этого продукта. Вот, и начинается то, что дети начинают в школах реализовывать, там, студенты у себя в вузах, родители у себя. И вот, пожалуйста, такая подработка, приятная денежка капает в семью. Да, я хотела бы еще раз, Гузель, добавить. У меня дочь будущая студентка, заканчивает 11 класс, и она уже говорит, мам, ну ты вот сейчас раскачай бизнес, а дальше, наверное, я у тебя его заберу. Почему бы ни сушить и ни носить в универ? Ну, это действительно, как вы говорите, на обучении, на марафонах, что это очень хороший старт, репетиция, да, для начинающего предпринимателя, скажем так. Потому что прорабатываешь все страхи. Уже давно был вопрос, я тоже работаю в найме. Поэтому мне очень важен был эфир. Валентина, спасибо огромное. Работаю в найме, рабочий день с 9 до 6, и вот как бы найти на все это время. Но понимаю, если прет, как Валя говорит, то находишь время на все. Но действительно, страхи есть, и начинать что-то крупное, масштабное страшно. А тут мне еще важно было, чтобы была польза, какое-то у меня желание, да, там, пользу людям приносить. Я знаю, что здесь все полезно, без сахара. Очень многие удивляются, что без сахара, да, что-то продается. Но все еще понимают, что можно так вкусно и без сахара. Поэтому вот чувствую, что то, что мне нужно, то, что интересно, благодарю. Хорошо, спасибо большое. Я бы хотела комментировать то, что... А, ладно, Валь, ты пока говори, я сейчас вспомню, что хотела. Да, я тоже хотела сказать, что я тоже шла с целью. Мне так хотелось не просто своих, мне еще свой город хотелось накормить своими вкуснями. Пляшками, чтобы полезными, чтобы дети покупали. Не вот, не чупа-чупсы. Я немножко, ну как, не отступлюсь, про это же скажу. Я еще отдала небольшую партию в игровые комнаты на продажу. И однажды, да, и однажды зашла туда узнать, как стоят дела. И такая ситуация, ну, ребенок и мама, да, и мама такая, да, чего? Он просит мой пакетик, она говорит, так смотри, там какой вот... Мама, мама говорит. Ну, что, вот смотри, там какой красивый чупа-чупс. Это для меня такой прямо был, думаю, мама. Вот, вот. И еще... И еще по ценообразованию. Я хотела сказать, у меня-то, видите, какие мысли, что я для себя оставила вот ценник определенный, да. Я для себя какой сделала бы вот. Я сейчас успеваю с заказами, все. Как только я перестаю успевать, я поднимаю ценник. Просто нахуй. Вот как только я не успеваю, я, значит, будут оставаться те со мной рядом, кто действительно хочет кушать мои вкусности. Я для себя вот такую стратегию на дальний период времени выбрала. Хорошо, вот отличный совет, отличная рекомендация, потому что я знаю много людей, которые наоборот, ну, как бы, занижают постоянно, все время им стыдно. Все хочется им и за 100 рублей, и за 150 отдать. Вот, иной раз смотришь на людей, думаешь, господи, да ты же ничего там явно не зарабатываешь-то. Ну, копейки, как бы. Стоит ли это того, если ты зарабатываешь, ну, там, 2000 в месяц, да, при этом столько сил вкладывая. Вот, свои силы, свою энергию. Я что-то хотела такое сказать сейчас, вот, когда Оксана говорила, так, она говорила про дочь-студентку, вот, помнила. Тоже у меня пример, сейчас напоследок расскажу, сейчас будем заканчивать. У нас был мальчик, он нам написал, мне написал в личку год-два назад, что Гузель, так и так, я мечтаю о собственном деле. Я школьник, мне 16 лет, вот, но я так мечтаю заниматься тоже, попробовать себя в бизнесе. Но у меня нет денег на сушилку, вот. И мы тогда бесплатно отправили ему сушилку. И, короче, и он начал там бизнес, вот. Он натренировался на этом бизнесе, как раз то, что Оксана говорит, да, отличное, то, о чем я постоянно говорю, что это отличный бизнес для старта. Вот, он натренировался и написал недавно письмо. То он теперь перешел на бизнес по доставке, по-моему, доставки воды или что-то такое. Я вот подзабыла, мы тоже публиковали, по-моему, с Кринцева, с письма его. Вот. И, в общем, он предприниматель в свои, там, сейчас ему 18 лет или 19 лет. И вот он уже такой совершеннолетний предприниматель, который начинал в 16 лет, а сейчас у него уже бизнес, и он оплатил себе сейчас вот обучение в лайки пошел за 400 тысяч, купил обучение, как раз писал, советовался, там, стоит ли пойти. Вот. И сейчас уже на более крупные такие бизнесы, на крупные цифры на цель. Так что вот, пожалуйста, можно из такого совсем... То есть бизнес у всех возрастов покорный. Вот. Хочешь, начинай в 16 лет, хочешь, начинай в 50 лет, в 60 лет. Вот. У нас были, я помню, были женщины, которые писали, что вот ей 60, там, сколько-то лет, она на пенсии, вот, но у нее свой сад-огород, и она сушит вкусности в Изидоре и продает, ну, просто по знакомым. И получает, ну, тысяч 10 подработок у нее в месяц. Она говорит, так мне это прекрасно. Это мне, говорит, такая шикарная прибавка к пенсии. 10 тысяч, и она уже довольна. Вот. Поэтому, конечно, у меня сердце прям радуется. Я думаю, да, накормим всю планету нашими вкусностями. Это же очень круто. Так что, у кого еще нет Изидри, конечно, смотрите. Я надеюсь, этот эфир вас вдохновит. Покупайте. У кого Изидри нет, надеюсь, эфир вдохновит вас на то, что можно на этом зарабатывать, зарабатывать на любимом деле, на любимом хобби. Вот. И, конечно, приходите к нам на марафон на следующей неделе. Я буду проводить его 3 дня, но они будут такие коротенькие, то есть минут по 40 каждый вечер. Вот. Так что приходите. Вдохновлю вас еще дополнительно. И я еще скажу. Если есть сомнения, что купить, какую сушилку Вольтера или Изидри, девочки, только Изидри. Ну вот. А ты сравнивала? Я не сравнивала. Я читала и отзывы, и все. Она волшебница. Я когда выбирала, я же выбирала чисто для себя, я знала, что я не столь богата, чтобы покупать дешевые вещи. Нисколько, если бы я даже этим не занималась, я бы нисколько бы не пожалела, чтобы приобрела именно Изидри. Вот я даже когда была на ярмарке, ко мне женщина подходила и советовалась. Говорит, вот я между этим. Если есть возможность, только Изидри. Да, я согласна. Если есть возможность, в конце концов, можно всегда в рассрочку взять. Потому что это того стоит. Это стоит каждой вложенной копейки, потому что ты потом так от этого кайфуешь. Плюс она еще прослужить может лет 20. Ну то есть ее отличие же в том, что она настолько безопасна и настолько идеальна, как сушилка, что как бы лучшего и желать невозможно. Вот все, что ты захочешь приготовить, практически все там у тебя получится. Любые виды, там, силы, каких-то полезных конфет, флаксов и так далее. Это когда ты сушишь, и тебе это в кайф. Вот. Я согласна. Я согласна, что да. Тут в Изидри нет. Так. Ну что, ребят, если больше у кого вопросов нет, если у кого-то был еще вопрос, включите быстренько, скажите. Один давайте, последний вопрос. Ирина поднимает руку, у меня написано. Ирина, давайте. Разрешила говорить. Можете говорить, Ирина? Можете говорить. Ну, либо она поднималась случайно. Все, вопросов нету, да? Хорошо. На этом тогда будем эфир заканчивать. Валь, спасибо тебе большое, что нашла время, подключилась. Вот. С работы там. Смолочек. Да. Я сейчас на работе покажусь. Да. Да. Я тебе желаю удачи. Ну, до встречи на курсе мышления и бизнес. Вот. Всегда очень радостно читать твои отчеты, видеть, как ты растешь. Вот. Я думаю, что мы из тебя еще звезду сделаем. Так. Первый год прямой эфир. Ты, наверное, выходила когда-нибудь в прямой эфир? Нет. Первый раз. Это. Да. Да. Прям. Ты прям в это. Да, ребята, согласитесь, прям великолепно выглядишь. Очень приятно тебя слушать. Так что это я намекаю тебе на то, что ты не боялась вести соцсети. Ты поняла, да? Я поняла твои намеки сразу же. Люблю тебя, Гузель. Люблю тебя безумно. Ты мой прямо вот путеводитель. Я вижу тебя. Что ты 120 тысяч заплатила за курс мышления и бизнеса? Нет. Рассчитаемся. Я тебя вижу, как я сама 20 лет назад такая же была энергичная. Меня вот прямо все воодушевляло. Но в то время я себя не нашла. Зато сейчас есть ты у нас. И я себя нашла. Спасибо. Спасибо большое. Мне прям суперприятно. Я в прям такая вся. Вот. Ну все, ребят. Всем спасибо большое за этот эфир. Валечка, спасибо тебе огромное-огромное. Вот. Я тебе желаю, чтобы ты обязательно пришла к заработку твоей мечты, смогла уйти из найма и заработать себе достойные деньги к пенсии. Пока-пока. Счастливо. До встречи. В нашем чате. Пока.